Аким Шемкента отчитался о проделанной работе в мегаполисе и ответил на вопросы журналистов. Так, градоначальник рассказал, как в Шемкенте будут решать проблему утилизации и переработки мусора. По его словам, в мегаполисе появится мусороперерабатывающий завод. В 22 гектарах будем собирать те материалы, тот мусор, который неподвижен к переработке. То есть, вопросы, связанные с мусороперерабатыванием, складированием на ближайшее действие, мы решили. Журналисты поинтересовались, когда будет открыт новый терминал аэропорта. Градоначальник заверил, что он будет запущен до конца года. Ожидается, что новый терминал увеличит пропускную способность аэропорта в 10 раз. Аэропорт уже готов на 90 гектарных процентов. Было построено новое лёжко. Осталось только нанести за 2 сущие краски специальные, которые будут указывать проезд, скажем так, на новый терминал. А остальное всё, всю технику поставили уже, можно сказать, что это полностью плохо. Аким Шемкента также высказался о судьбе региональной футбольной команды Орда Бассе. Он напомнил, что на момент его назначения Акимом у команды были большие долги. Стоял вопрос о том, продолжит ли команда играть, каким будет её финансовое положение и будут ли её игроки получать зарплату. Все вопросы нашли решение. В этом году мы предусмотрели немалые средства и закрыли обязательства по контрактам, подготовленным бывшим руководством Орда Бассе. Туда входит и зарплата. В этом году мы выделили 5,3 миллиарда тенге. Кроме того, привлечён 1 миллиард тенге спонсорских средств. В следующем году контракты расторгнут 16 футболистов. В следующем году мы не будем выделять средства больше, чем в бюджетах других регионов Казахстана. Глава города также рассказал о парке «Мир фантазии». Судебные разбирательства, по его словам, идут до сих пор. Какое суд примет решение, Габицыз Дагбеков не знает. До сих пор идёт судебный процесс относительно аттракционов. Мы сразу не можем всё освободить. Мы подали в суд, дождёмся судебного решения, и все аттракционы будут удалены. По итогам 10 месяцев экономика города выросла на 12%. Объём привлечённых инвестиций увеличился на 9%. Строительных работ на 27%. Площадь введённого в эксплуатацию жилья на 42%. Объём торговли на 19%. Транспортных услуг на 26%. Промышленного производства на 2%. В целях увеличения обрабатывающей промышленности и повышения производительности труда в текущем году запущено 12-16 проектов на сумму 78,2 млрд тенге. Привлечено инвестиции на 67,1 млрд тенге. Создано более 1 тысячи новых рабочих мест. За это время было реализовано 293 проекта. Введены в эксплуатацию две новые индустриальные зоны на площади 438 гектаров. Первая – индустриальная зона Жулдеса. Здесь сосредоточены строительная, металлургическая, фармацевтическая и мебельная промышленность. В регионе будет открыто 46 крупных современных предприятий на общую сумму порядка 166 млрд тенге. Вторая – индустриальная зона пищевой промышленности Бозарык. Здесь будет реализовано 25 проектов с более чем 2 тысячи рабочих мест на сумму 44 млрд тенге. Таким образом, на сегодняшний день количество действующих индустриальных зон достигло 7. По его словам, в результате реализации 293 проектов в индустриальных зонах будет создано более 8 тысяч новых рабочих мест и привлечено 225 млрд тенге инвестиций в экономику города. В рамках национального проекта «Комфортная школа» в Шамкенте планируется построить 18 школ. Введено в эксплуатацию две школы на 3200 мест. Ведется строительство 10 школ. Кроме того, из фонда поддержки инфраструктуры образования на строительство еще трех школ предусмотрено 7,9 млрд тенге. За счет собственных средств инвесторов введены в эксплуатацию 5 школ на 2800 мест. Строительство дворца школьников на 500 мест в микрорайоне Турану выполнено на 80%. В этом году ведется капитальный ремонт четырех школ одного колледжа. Данные объекты будут введены в эксплуатацию до конца года. Больше двух тысяч шамкенцев получили социальное жилье. До конца года дополнительно будет сдано 1270 квартир. За отчетный период введено в эксплуатацию 978 тысяч квадратных метров жилья, что на 42% больше, чем в прошлом году. До конца года планируется довести показатель до 1 млн 360 тысяч квадратных метров. Кроме того, в рамках реализации местной жилищной программы «Комкор» средства увеличены в два раза. Выделено 8 млрд тенге на предоставление льготных кредитов не менее четырем сотням семей. За счет средств местного бюджета в качестве социальной помощи 392 семьи с низким уровнем дохода получили жилищные сертификаты. Кроме того, через жилищные программы от Басыбанк предусмотрено обеспечение кредитным жильем 1666 граждан. Кроме того, в мегаполисы активно стекаются инвестиции. Их объем достиг 536 млрд тенге. С этого года в целях повышения эффективности работы по привлечению инвестиций активно работает фронт-офис Инвестшимкент, который сопровождает инвесторов на территории города по принципу одного окна. Инвесторам оказано около 2000 услуг, начиная с разработки бизнес-плана и сопровождения всех необходимых разрешительных документов для реализации проекта. Анастасия Новикова, Давран Абдзиев, Абзал Туребеков, информационная служба телекомпании «Отрар».